Практически с самого рождения и до 4 лет за малышами в Рязанском доме ребенка следят ежеминутно. Комплексная реабилитация – понятие ключевое. На двух детей здесь минимум один сотрудник. Одна из основных процедур, которую все дети проходят курсами – это гидрокинезиотерапия. Температура в чаше бассейна 34 градуса, что наиболее приближена к физиологической норме 36,6. Занятия с ребенком в бассейне наиболее эффективны. Профессор нам говорил, что не столь важно, что вы делаете с пациентом, более важно, как он настроен на это. То есть, если у ребенка будут положительно закреплены эмоции, это гораздо более эффективно, чем, допустим, когда он там кричит или ему не нравится или что-то в этом роде. Расслабление мышц, облегчение движений в совокупности с другими видами реабилитации дает возможность перебороть многие диагнозы. ДЦП очень хорошо идет. Бассейн, также это какие-то генетические аномалии, то есть тот же самый синдром Дауна, прекрасно. И вот у нас не так давно был ребенок с синдромом Марфана, то есть это такая патология, при которой, скажем так, дисплазия соединенной ткани, если там, говоря простым языком, суставы не держались вообще. То есть ребенок осевую нагрузку на суше не переносил, то есть он, если можно так сказать, конечно, складывался, вот как у него получалось. А в воде он прекрасно ходил, то есть, ну, если можно так сказать, прямо буквально с прямой спиной. Кроме этого, в Рязанском доме ребенка доступны вертикализация, мануальная терапия, адаптивная лечебная физическая культура, виброплатформа, физиопроцедуры, массажи и многие другие виды реабилитации, в том числе стимуляция по методу томатис. На голову ребенку надеваются наушники, через которые он слушает музыку Моцарта. Научно доказано, что его произведения благоприятно влияют на эмоциональную составляющую каждого человека. Через электронное ухо идет определенная частота, которая накладывается на эту музыку. И, конечно, идет корректировка двигательной активности, мелкой моторики, эмоций и всего остального. Если у ребенка задержка речевого развития, то, конечно, с помощью стимуляции по методу томатис мы можем скорректировать какие-то определенные функции. По методу томатис для каждого ребенка составляется отдельная программа, которая совершает нейросенсорную стимуляцию, воздействующую на мозг. Уже через несколько сеансов у ребенка можно заметить реальные изменения в лучшую сторону, как и при других видах реабилитации. Именно благодаря слаженной работе коллектива «Дома ребенка» и большому количеству самого современного оборудования малыши со временем обретают свой новый дом или возвращаются в родную семью. Я считаю, что очень радостный показатель в нашем доме ребенка, что у нас второй год подряд дети не уходят в другие интернатные учреждения. Конечно, эффективная реабилитация здесь, она действительно эффективная, она междисциплинарная. Медики и педагоги работают в одной связке, и лечебные методы реабилитации, они всегда сопровождаются достаточно активно психологической, социальной и педагогической реабилитацией. Несмотря на то, что устройством детей в новой семье занимаются органы опеки, Рязанский дом ребенка оказывает консультативную помощь на этапе усыновления. Будущим родителям дается полная информация о состоянии здоровья и психических особенностях ребенка. В последствии сотрудники учреждения наблюдают за становлением контакта, эмоциональных и психических привязанностей ребенка и будущих кандидатов. Здесь даются советы и рекомендации. Так что, когда ребенок уходит в семью, родители хорошо ориентированы в том, что им необходимо сделать для того, чтобы здоровье ребенка со временем только улучшалось. Вы знаете, в некоторых случаях мы даже сопровождаем семью после того, как уже ребенок ушел в приемную. Семью, опять же, для продолжения реабилитационных мероприятий, которые уже ребенок получал у нас. Иногда нужны психологические советы и консультации, бывает, этой семье. В среднем в год в Рязанский дом ребенка поступает около 120 малышей. Половина из них обычно находится здесь временно, когда родители в силу уважительных обстоятельств не могут выполнять своих родительских обязанностей. Стоит сказать, что Рязанский дом ребенка, один из первых в России, реализовал дневную, пятидневную форму пребывания, чтобы детско-родительские отношения даже в самой трудной жизненной ситуации не разрывались. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».